Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад Приветствую вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим IPO Airbnb и DoorDash, поговорим о результатах заседания FDA по вакцине от коронавируса, ну и обсудим пакет стимулирующих мер, который был принят по еврозоне. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы, которые появляются, оставляйте обязательно в комментариях. Начнем наше видео с двух громких IPO, которые были на этой неделе, это компания DoorDash и Airbnb, которые стали публично доступны для торговли на этой неделе. И, собственно, они набрали довольно-таки большое количество инвесторов на стадии при IPO, соответственно, цена уже выхода на биржу была практически в два раза выше, чем первая цена, которая была доступна при IPO. Поэтому сейчас нужно тоже быть аккуратным, потому что большое количество инвесторов не зашли, конечно, может зайти еще и больше со временем, но нужно к этому подходить аккуратно. А сейчас, если посмотреть на график DoorDash, понятно, что торговля прошла всего лишь один день, и мы видели, что котировки начали торговаться там после 170, закрылись на 183, то есть был рост. В любом случае, здесь, на мой взгляд, нужно все-таки подождать, если вы планируете инвестировать в эту компанию, то здесь нужно подождать, но, на мой взгляд, это не совсем, ну, то есть если вы инвестируете в большое количество компаний, которые только начинаются на бирже, то имеете в своем портфеле в эту компанию тоже разумно, да, то есть какой-то небольшой его частью. Но не инвестировать там большую часть именно в одну компанию. В свою очередь, Airbnb тоже довольно-таки интересно, если мы посмотрим тоже минутный таймфрейм, открылись на уровне там 145, затем рост до 163, затем уже в ходе торговли уже мы видели снижение, и фактически это шли до уровня 144 доллара за одну акцию, хотя изначально заявленный диапазон был в самом начале, то есть это 30-40 доллара, затем повысили из-за довольно-таки высокого спроса до 60, ну, и по факту мы вышли по 140, то есть сейчас акция корректируется. На мой взгляд, конечно, не самое, наверное, сейчас лучшее время для Airbnb, они сокращали сотрудников, и понятно, что выручка у компании упала в связи с коронавирусом, но в ближайшие пару месяцев лично я для себя буду присоединиться за этой акции, если будет коррекция в область 100, 90, 80, то уже по мере начала вакцинации, то есть, конечно, уже позитив будет превращаться, и тогда буду искать возможность уже этой акции добавить в свой портфель, именно она тоже на долгосрок, потому что бизнес интересный, компания интересная, она движется как раз в современном тенденциях и дает очень плохие возможности для масштабирования своего бизнеса, поэтому это тоже важно иметь в виду. Ну, а теперь давайте вернемся уже непосредственно к новостям по вакцине. Вчера прошло заседание FDA, и 17 из 4 членов как раз данной комиссии проголосовали за экстренное разрешение вакцины от Pfizer с некоторыми ограничениями. Почему проголосовали 4 против? Ну, собственно, там были некоторые моменты с анализом целевой группы, то есть диапазон там 16-17 лет, были некоторые сомнения, нужно ли им вообще, да, вот именно эта вакцина, но и также для того, что не было опытов, ну, проведено как раз точнее время для добровольцев, именно с питаниями для, например, беременных, да, потому что они не входили в свою группу, но, тем не менее, тоже большой вопрос, как им рекомендовать использовать данную вакцину, стоит ли это делать. Ну, а в целом мы уже финальный итог можем отдать сегодня, в пятницу, да, после того, как Америка начнет свой рабочий день, поэтому тоже за этим будем присоединиться и обсудим в следующих видео, но пока мы видим то, что, собственно, рынок этого ожидал, да, никакой сильной реакции вчера мы не увидели, наоборот, рынок даже скорректировался, да, то есть была техническая коррекция, она все еще пока продолжается, но в целом, в целом, я думаю, что этот позитив, он также на рынок придет. Ну, и плюс важно понимать то, что опять продолжаются разговоры по поводу новых пакетов стимулирующих США, да, администрация Трампа предоставила новый пакет помощи, да, чуть меньше одного триллиона, примут или нет, ну, будем ждать, хотя, ну, и сначала ждали, что примут, там, за пару недель до выборов, затем сразу после выборов, ну, теперь, наверное, Трамп уже перестал бороться за пост-предитента, по крайней мере, в этом году, и, вероятно, опять же, с этим будут. Опять же, это даст определенную волну роста на фондовый рынок. Ну, и также завершилась эпопея с пакетом стимулирующих США, наконец-то все 27 стран смогли договориться о том, что это нужно и обозначить размер помощи, который будет реализован в течение 21-20 по 27-й год. Собственно, камнем представления были две страны, это Венгрия и Польша, они были не согласны с тем, что это делает, но все-таки здесь должно быть большинство, и с ними смогли договориться в ходе длинных договоров, поэтому это также определенный позитив для, безусловно, европейского фондового рынка. Это пакет стимулирующих мер, который будет помогать для восстановления как раз ситуации после коронавируса. Ну, а теперь давайте посмотрим, как на все это реагируют рынки и разберем как раз основные инструменты, которые мы всегда разбираем в ходе наших видео. Начнем мы, как всегда, с пары евро-доллара. И здесь важно отметить то, что пока пару дней назад, в начальной неделе мы видели новый локальный максимум по евро, то есть выше отметки 1.20-1.50 мы уходили, сейчас мы немного корректируем. То есть, ну, понятно, что здесь уже может сформироваться как раз волна коррекции, то есть коррекционная волна, то есть, ну, по примеру того, что мы видим, например, в июне, да, или по примеру того, что мы видели в сентябре, и уже дальше продолжение роста, то есть пока динамика на укрепление евро против американского доллара сохраняется. Но с текущего уровня, опять же, заходить не самое разумное, то здесь я для себя тоже буду ждать коррекцию, и от уровня там 1.18, в идеале 1.17 буду также, сказать, возьму возможность докупать евро уже так же, именно с точки зрения трейдинга, да, то есть, наверное, операции проводить. По британской валюте здесь мы видим то, что пока на текущий момент также продолжается движение восходящее, то есть общая динамика восходящая сохраняется, но британская валюта корректируется. Вот как раз здесь это тоже может быть довольно-таки интересно, потому что сейчас падение, наверное, ускорилось, ну, приближающийся Brexit и вся неопределенность, которая есть, то есть британская валюта тоже от этого страдает. Соответственно, сегодня мы видим уже, да, опять вновь продолжение резкого снижения, то есть, в принципе, динамика сохраняется восходящая, вот покупать где-то из области 1.31, 1.30, ну, искать, возможно, что заходы как раз на продолжение тренда имеет смысл, поэтому здесь вот я как раз к этому присмотрюсь. В идеале, конечно, если мы спустимся вдруг до 1.26, то с тех уровней тоже будет крайне интересно войти по более низкой цене, да, то есть я напомню, что трейдер ищет более низкую цену, чтобы купить, и более высокую цену продать. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает снижение, обновили вчера новый минимум за последние несколько лет, собственно, вчера был новый, этот минимум показан, сегодня мы немного корректируемся от минимальных значений, которые были сформированы вчера, но пока общая динамика все так же сохраняется нисходящая, поэтому если у вас были открыты продажи там до пару недель, даже до, потому что тенденция нисходящая у нас все так и сохраняется, ничего пока здесь не меняется, то имеет смысл продолжать держать, если цена будет выше отметки 1.28.28, это максимальные значения, которые были сформированы как раз вчера и, ну, собственно, на этой неделе, вот данный диапазон, который показан в зеленой линии, то тогда уже имеет смысл скорректировать как раз свои позиции, тогда уже коррекционная волна здесь может начать развиваться. А по паре американский доллар, японская я, ну, здесь такой сужающийся диапазон, мы говорили, что здесь формируется так же треугольник, но пока никакого выхода здесь мы, собственно, не увидели. С точки зрения числового таймфрейма, да, у нас здесь есть еще одна волна коррекции, но вряд ли она может быть здесь какой-то продолжительной, то есть мы все-таки ждем выхода из диапазона как раз максимальных значений, которые были сформированы в этом месяце. Если брать по локальному максимуму, то это уровень 104.75, да, если пробиваем выше этого уровня, то коррекция получится в развитии, если минус от 3.56 уходим, то движение на 103, на 102.90 здесь опять же будет в приоритете. Поэтому по доллар-иене здесь пока сделать не планирую, тоже пока за не слежу. Австралиец. Вчера новый локальный максимум, сегодня также мы открылись повышением, но сейчас сценарий мы видим, что уже торгуются чуть ниже цен открытия, практически с кучи уровней как раз может начаться и формироваться коррекция. Тем более, если вот та свеча, которая у нас соберется, закроется в том виде, в котором есть, это может быть очень сильный сигнал именно начала коррекционного движения. Заходить по нему я не буду, но буду ждать завершения данной коррекции. По новозеландцу картина тоже несколько похожа. Чуть-чуть мы обновили на локальный максимум сегодня и вновь ушли в снижение. То есть здесь уже вновь отыгрывает американский доллар. Соответственно, опять же, здесь я буду ожидать для себя коррекцию. Диапазон снижения, опять же, в область 68, 68,50. Уже буду для себя рассмотреть, как возможность входа на продолжение роста по тренду. Золото. По золоту пока сохраняется динамика нисходящего тренда, поэтому пока здесь сделки на продажу будут в приоритете. Но, к сожалению, цена не дошла пару пунктов до моего сложного ордера, который здесь стоял. И пока на текущий момент я его удалил, но в целом мы видим реализацию как раз нисходящего сценария. И ближайшие цели данного снижения находятся в области 1739 долларов за тройскую унцию. То есть именно до этого уровня я бы держал позицию, если бы она, собственно, открылась по отложному ордеру. Пока сейчас, конечно, я никаких делов уходить не буду. И посмотрю уже, как себя цена будет ввести вблизи минимальные значения. Возможно, там сформируется область поддержки, от нее я попробую купить. Но в целом пока общая динамика сохраняется нисходящая, поэтому сделки на продажу, конечно, в приоритете. По индексам. Индекс DAX продолжает корректироваться. Как мы и говорили, пока мы видим невозможность индекса закрепиться в высшем максимальном значении, которое мы видели в этом году. То есть это отметка 13423, но в этом году я имею в виду после коронавируса. И цена уходит в новую волну коррекции. Сейчас даже с точки зрения числового таймфрейма мы видим продолжение развития формации как раз нисходящей. Это подтверждает уже то падение, которое мы видим сейчас. По индексу S&P 500 также сформировалась коррекция. То есть коррекция здесь не была. Опять же, мы можем ожидать, что у нас будет какой-то продолжительный текущий момент у локальных максимумов. Мы скорректировались уже на порядка 2%. Не так много. Коррекция может быть от 5-7% и дальше уже, конечно, продолжение роста здесь более видится вероятным сценарием. Хорошие уровни для входа здесь 3 500, 3 450. Соответственно, если это иногда даст коррекцию в эту сторону, то также я для себя уже буду набирать позиции трейдинга и буду тоже набирать для себя акции, которые могут проседать вместе с индексом. Ну, соответственно, проседание акции, так сказать, это и по индексу. Ну, а вот нефть радует уже непосредственно своими новыми локальными максимумами. У меня есть, я напомню, компания, будет инвестиционная портфеля нефтяная, поэтому рост котировок толкает также рост и котировок именно той компании, которую я держу в виде акций. Соответственно, новый локальный максимум вчера мы обновили, уже торговались выше отметки 50, сейчас немного скорректировать, поэтому общая тенденция как раз выглядит восходяще. Дефтяной рынок, один из рынков, которые как раз пострадали от коронавируса, в виде спроса, данные о вакцине, данные об открытии экономик, они, безусловно, подействуют. Ну, и также плюс договоренность ОПЕК+, которая была то, что будут контролировать и по необходимости брать добычу в следующем году, то есть она также дает позитивы на рынок. Поэтому неделя довольно-таки интересная, было много интересных событий. Собственно, пока общая динамика у нас сохраняется восходяющая, сейчас мы видим техническую коррекцию по ряду инструментов, будет ли она долгой или нет, мы не знаем, но, по крайней мере, я для себя буду использовать возможность как раз захода на продолжение данного роста, когда эти коррекции будут завершаться. Такой у меня план. Ну, а вам всем желаю хорошего торгового дня, не забудьте, на следующей неделе пройдет также вебинар с Александром Элдером, где мы 16 декабря обсудим как раз итоги года, у меня планы на 2021 год, ну и в целом обсудим тоже текущую ситуацию, послушаем мнение Александра. Ну, а на сегодня это все, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте, как всегда, в комментариях, ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.